Двойные стандарты или справедливое исключение, доказывающее правило. Минфин США согласился снять санкции с компаний Олега Дерипаски, Русал и ИН-Плюс в течение 30 дней. При этом сам российский предприниматель останется под санкциями, а его активы заморожены. Ранее ставший уже знаменитым в Америке бизнесмен Олег Дерипаска, здесь его принято называть олигархом, согласился довести свой контроль в компаниях до уровня ниже 50%. Это позволило Вашингтону смягчить свое же решение. Кроме того, на сайте казначейства сказано, помимо снижения доли Дерипаски, ожидается пересмотр состава Совета директоров, организаций, введение ограничительных мер, связанных с их корпоративным управлением и обеспечение беспрецедентной прозрачности путем проведения постоянного обширного аудита, сертификации и отчетности. Ну то есть за компанией будут очень пристально наблюдать и даже ее контролировать. Напомню, 6 апреля Минфин США внес в санкционный список десятки российских предпринимателей, включая Олегу Дерипаску. Ограничительные меры ввели в соответствии с американским законом о противостоянии противникам Америки посредством санкции. Так называемый закон Кааца. И тогда началась масштабная кампания в защиту предприятий Дерипаски. Он сам вел переговоры с Минфином США и по некоторым данным в дело даже вмешались европейские лидеры, включая Ангелу Меркель. Все потому, что европейский бизнес был крайне заинтересован в том, чтобы поставщик алюминия не менялся. Так что вмешательства в выборы, тем более американские, равно как и аннексия Крыма и прочие действия Москвы, не стали для предпринимателей в Европейском Союзе достаточно весомым аргументом, чтобы себе во вред отказаться от сотрудничества с компаниями Дерипаски. Это ли явилось основной причиной решения сегодняшнего решения американского казначейства? Обсудим с Константином Сониным, профессором Чикагского университета. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Скажите, стало ли для вас сюрпризом исключение компаний Русал и ИН-Плюс из санкционного списка? Мне кажется, сюрпризом стало то, что это произошло так быстро, что управление Минфина США по контролю над иностранными активами, которые принимают эти решения, они выдвинули некоторые условия, при которых санкции будут сняты. И действительно, и Дерипаска, и эти компании, они много делали, чтобы выполнить требования. Но вот оказалось, что эти требования уже выполнены и, соответственно, объявлено о планах снятия санкций с компаний в течение 30 дней. Вот как вы думаете, все-таки, что стало главной причиной для этого смягчения? Это давление со стороны европейцев или что-то еще? Но в каком-то смысле это не смягчение, потому что с самого начала было объявлено, что эти санкции, это не против компаний, а это санкции против лично Олега Дерипаска. То есть это такая идея воздействия, видимо, на политическое руководство России, что невозможно как-то ударить по Путину, значит, можно ударить по людям, которые с ним как будто связаны. И, соответственно, а к этим людям, к ним можно подступиться через их бизнес. Соответственно, вот эти вот требования, чтобы Дерипаска отказался от контроля над компаниями, это связано с тем, что рычаг, который есть в управлении Минфина, у Минфина США, это именно по отношению к активам, а цель это лично Дерипаска. Но лично Дерипаска снизил свои активы до, в случае, по-моему, с Русалом, у него там 44,95% осталось. Но это не копейки, да? То есть я бы не сказала, что Олег Дерипаска стал нищим. Я не уверен, что он стал нищим. Даже, собственно, в результате этих акций он может не обеднить. То есть он обеднеет, если окажется, что новая структура управления, она менее эффективна, чем была. Но он же эти структуры, которые передает, он же их не бесплатно передает. Это какая-то процедура. Да, 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 он их продает, обмен там будет, да? Ну, фактически это обмен, благотворительность, какие-то, видимо, частичные продажи. Ну, то есть это не, как сказать, это не финансовый штраф Дерипаски. Это скорее отделение Дерипаски от управления этими активами. Я не уверен, что он станет от этого беднее. Тогда я не очень понимаю, Константин, если честно, в чем вообще задача этого санкционного списка. Тут мы говорим, я еще раз подчеркну, о санкционном списке апрельском. Он был, да, персональный, это правда. Это список персональных санкций против ряда российских предпринимателей, в том числе Олега Дерипаски. Но если он не обеднеет, то тогда каким образом, собственно, ограничительные меры работают? Потому что я понимаю, да, что у него там был дом красивый и большой в Вашингтоне, и вот его арестовали. Но это, в общем, все? Нет, смотрите, санкция состоит в том, что людей, которые попадают под санкции, они как будто превращаются в персоны нон-грата, да? То есть это говорится всем фирмам, это говорится и американским банкам, это и говорится тем фирмам, которые хотят иметь отношение с американскими компаниями и банками. Если вы хотите участвовать в бизнесе, тогда вы не должны контролироваться Дерипаской. То есть это такой косвенный удар по нему, в каком-то смысле теперь, если какая-то фирма будет думать, не продать ли нам там часть акций Дерипаски, они не будут продавать. И возможно, что он от этого потеряет. Но санкции состоят именно в том, что человек как бы ставится в положении изолированного. Ну, он, я насколько понимаю, не будет, например, путешествовать в Америку, ему это запрещено, очевидно, да? Но одновременно нет запрета на путешествие в европейские страны. То есть ему никто не может отказать в виде, например, в Европейский Союз. Ну, слава богу, что управление Минфида США не может запрещать кому-то посещать какую-то другую страну. Вы знаете, почему, Константин, я об этом говорю? Ведь это звучит, наверное, довольно дико. Но на самом деле европейские предприниматели, некоторые и некоторые там союзы предпринимательские в Германии, к примеру, вот они возмущались и говорили, что, дескать, Америка на них давит с тем, чтобы они присоединялись к санкциям против тех или иных российских предприятий, компаний, секторов экономики. А, дескать, это не в их интересе, да? Америка не очень-то и страдает, страдают именно европейцы, жаловались эти упомянутые мной предприниматели. А Америка просто, в общем, делает красивую мину хорошую при плохой игре. Вот вы согласны с таким тезисом? Ну, я думаю, что это совершенная правда, что этим компаниям, европейским партнерам, Дерипаски и других людей, подпавших под санкции, им от этого, конечно, хуже. Разве, что же хорошего в том, что тебя используют для давления, для давления на кого-то. Да. Как бы причиняют боль тебе, чтобы ты не стал с кем-то общаться, чтобы этот кто-то изменил свое поведение. Но вот так это устроено. Я понимаю, почему они несчастны. То есть в этом нет никакого обмана. Они искренне недовольны тем, что осложняются бизнес-связи и что осложняется вообще общение с российскими компаниями. Константин, а вот если говорить о самом решении в отношении Русала и ИН+, Олега Дерипаски, можно ли считать это таким прецедентом, что вслед за предприятиями определенного бизнесмена могут быть смягчены санкции в отношении других каких-то организаций, структур, компаний, и что, в общем, допустимые исключения не одно, а многочисленные? Ну вот опять-таки, мне кажется, что это наоборот кому-то докажет эффективность этого действия, что мы можем, они будут думать, что мы можем наносить удары по людям, которые мы считаем являются, они считают, почему-то они являются врагами Америки, через ограничивая возможность бизнес-общения с ними. Я думаю, что вот из этого как бы будет следовать, что они будут больше применять таких мер и использовать вот это как образцово-показательный случай. Посмотрите, вот он там избавился от активов, отдал контроль, представил новые списки советов директоров, в которых, видимо, будут какие-то независимые фигуры, и тогда компаниям стало хорошо, компаниям, как минимум, стало так же хорошо, как было раньше. Ну то есть вы не видите в этом решении никакого лицемерия, не знаю, двойных стандартов? Вот попросила Ангела Меркель, ну мы ладно, ну вот Дерипаска станет исключением, завтра попросит еще кто-то за Виксельберга, Виксельберг станет тоже исключением. Ну не конкретно, не лично они, а их предприятия. Нет в этом двойных стандартов, на ваш взгляд. Ну вот я как бы совсем, не совсем понимаю, в этом аргументе как-то сливаются две вещи, предприятие и его владелец. Но сейчас от этого действия не стало лучше Дерипаски. Дерипаски стало плохо конкретно от того, что он был включен в список. Ему не стало лучше от того, что сейчас сняли санкции. Стало лучше компанией, которые ему раньше принадлежали в большей степени, чем сейчас. Хорошо. Я не вижу смягчения санкций в отношении личной Дерипаски. Наверное, у меня будет последний вопрос, Константин. Смотрите, мы ждали в ноябре следующей волны санкций американских против Российской Федерации в связи с отравлением скрипалей Великобритании. Санкции не случились, и было сказано, что, скорее всего, это произошло в связи с тем, что Россия в ноябрьских американских выборах не участвовала так, как она участвовала в 2016 году. Как вы думаете, это значит, что американская санкционная политика все-таки приостановилась? Мне кажется, что нужно избавляться от такой ложной привычки рассматривать страны как больших игроков на одной шахматной доске. Это совершенно ложная модель. Я думаю, что санкции по разным причинам движутся совершенно разными динамиками и процессами. Например, там закон Магнитского, санкции против людей, которые участвовали в нарушениях прав человека внутри России, он никак ни с чем остальным не связан. Это те люди, которые там убивали ради того, чтобы красть деньги. Санкции, связанные с Крымом, они связаны с Крымом. Санкции, связанные со Скрипалями, они связаны с нарушением, точнее, с исполнением США тех законов о борьбе с нарушителями договоров об обращении с химическим оружием, которые есть в США. То есть я такого, что там Дерипаску наказывают за Скрипалей, я этого вообще абсолютно не вижу. Нет, я сейчас, конечно, Дерипаску не имела в виду, а вообще новая волна санкций ожидалась в ноябре, которая не случилась. И эта волна, ноябрьская, должна была быть связана как раз с отравлением Скрипалей. Тут я не имею в виду личности какие-то, бизнесменов или государственных чиновников. Просто мы понимаем, что та история, которая должна была произойти в ноябре, она не произошла. И теперь говорят некоторые аналитики, что в январе будет новый санкционный поток. Мы не понимаем, с чем он будет связан. Будет ли он связан с инцидентом в Керчевском проливе или со Скрипалями или с чем-то еще. Но вот это, я же говорю, когда мы эти вещи каким-то образом сливаем в голове, то, что там санкции за инцидент в Керчевском проливе, он может быть связан со Скрипалями, я не знаю, они не связаны со Скрипалями. Многие вещи связаны с политической динамикой в Америке. Например, все, что относится к дискрепционной власти президента США, он считает, что санкций на Россию должно быть как можно меньше. С этим борются. То, что в Сенате США есть устойчивое большинство за то, чтобы санкций было побольше, они, соответственно, это принимают. Это даже дело не только в Трампе и в нынешнем составе Сената. Например, когда принимался закон Магнитского, администрация Обамы была против закона Магнитского, но у него была такая огромная поддержка в Конгрессе, что он был проведен вопреки желанию администрации. Так же и здесь. Мне кажется, что про Керчевский пролив волнуются одни, про химическое оружие другие, про нарушения на выборах третьи. Я вас поняла. То есть сказать, например, что закончилась санкционная история, или, по крайней мере, приостановилась, мы точно не можем. Но опять-таки, смотрите, я вижу, во всяком случае, какую-то логику в том, что вот санкции, они следуют за какими-то действиями. Если будут новые инциденты в Керчевском проливе, возможно, будут санкции новые, связанные с Украиной. Понятно. Если будут новые вмешательства в выборы, будут новые санкции, связанные с выборами. Большое вам спасибо, Константин Сонин, профессор Чикак Сконнише. Ты экономист, был с нами на прямой связи. Благодарю вас. До свидания. И обсудим с Андреем Пиантковским, политологом, который находится в Вашингтоне, и который как раз санкциями занимается и интересуется. Этот сегодняшний прецедент, не повоюсь этого слова. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Катя. Спасибо вам, что присоединились. Андрей, вот смотрите, я, значит, когда говорю «Дерипаска», то в голове сразу возникает много разных ассоциаций. Например, возникает такой человек, как Пол Манафорт. Даже тот факт, что Манафорт сейчас едва ли не главный злодей во Вселенной, помогал компаниям «Дерипаски», «Дерипаски» лично, он никак не повлиял на решение Минфина США. Что заставило, как вы думаете, казначейство сделать это исключение сегодняшнее? Ну, о том, что оно будет сделано, было известно несколько месяцев уже. Эти параметры, они обсуждались широко в печати. Экономические интересы Соединенных Штатов. Во-первых, выяснилось, что значительная доля акций в компании «Эн» и других компаний «Дерипаски» принадлежат гражданам Соединенных Штатов. А может быть, что еще более важно, что американская экономика нуждается в продукции этой компании, нуждается в алюминии. Поэтому вот здесь вошли противоречия те политические интересы, та политическая линия, разделяемая большинством американского военно-политического эстеблишмента, санкционного давления на Россию. Она, кстати, вытекает юридически из закона о противодействии агрессии против Соединенных Штатов до 2 августа. Вот я не совсем согласен с предыдущей коллегой, что все санкции, они как-то не связаны между собой, они разнообразны. Ну да, но, в общем, многие из них вытекают или из буквы, или из духа этого закона. Россия ведет, там сказано прямо, агрессию против Соединенных Штатов. Вот санкции – одно из средств противостоять этой агрессии. Ну, вот выяснилось, в принципе, принципами, война войной. А деньги своим чередом, я понимаю. Но это все-таки, вот я вопрос такой Константину задавала, он мне сказал, нет, нет никакой тут истории про двуличие, двойные стандарты и прочее, прочее. А все-таки напрашивается такой вывод. Мне кажется, вы бы с ним согласились, что когда речь заходит о больших деньгах, когда становится ясно, что, например, компания «Русал», она крайне важна для американских предприятий, для европейских предприятий, то в этот момент некие принципы, которые так часто декларирует американское государство, американское, они отходят на второй план. Этические интересы, скажем. Вот это очевидно. И я очень рад, что это произошло, потому что это обнажает вот суть всей проблемы, ну, которую я так условно называл проблемой русского триллиона. Вы знаете, по оценкам нашего бюро экономик «Разуч», активы российские, масштабные в Соединенных Штатах, около триллиона долларов, примерно тоже в Великобритании. Так что с ними делать, с этими деньгами? Наиболее последовательно политическое заявление было сделано, между прочим, Терезы Мэй, сразу по следам скандала с Крепалями, «Британия не место для отмывания российских преступных дел». Ну, как-то вслед за этим там немножко обрамовочи пощипали. Но продолжение вот этого тезиса, этот тезис звучал в Америке, является применением законов. В Соединенных Штатах развернутая такая система законодательства по борьбе с отмыванием преступных средств. И вот российская оппозиция, все ее лидеры, там, от Навального, начиная в последние 10 лет, и я в этом участвую, тоже призывают американцев просто не вводить даже санкции, а применять собственное законодательство. И вот возникла надежда, что это будет после закона от 2 августа, возникла надежда, что это будет осуществлено, потому что там есть буквально в законе олигархов, близких к Путину, и следовательно несущих ответственность, да и так далее. Но видите, все-таки возникают исключения. Все же, да, если бы только исключения. Проблемы вообще, помните, как мы ждали до позднего вечера 29 января? Кремлевский список, мы ждали, да. Получили телефонную книгу. Вся финансовая информация, оказывается, была засекречена. И вот вы не упомянули, это очень важное показательное было решение о санкции, апрельские, 6 апреля, по-моему. 6 апреля они вернулись к этому списку, взяли из него 30 человек, и вот в отношении них были заморожены. Там, кстати, была Дерипаска, да. Там была Дерипаска, да, но видите... После этого заговорили. Мы сейчас не Дерипаски, а вообще. Вот я вам скажу, я неоднократно это подчеркиваю, невероятный был неожиданный феномен реакции общественного мнения в России. Именно на санкции вот эти апреля. Они были встречены с громадным энтузиазмом. Не только, скажем, в социальных сетях, известными оппозиционерами. В мейнстрим-медиа удивительные заявления даже делали ответственные лица, что пора бы, наконец, хоть кто-то за них взялся. То есть это на ура прошло... Но не любят олигархов в российском обществе, это понятно. Ну да, на ура прошло. Но, Андрей, смотрите, значит ли вот это исключение все-таки дальнейшее исключение из санкционных списков? Значит, к сожалению, что вот это самое направление, наиболее радикальное, скажем, которое прогласили, сведу в такую группу, Тереза Мэй и российские оппозиционеры, они не будут продолжаться, к сожалению. Не будут продолжаться. Именно по той причине, которую мы с вами обсуждаем. Понимаете, это же эти громадные деньги, этот триллион долларов, это же не может где-то лежать на полочке. Они уже интегрировались в американское... Они здесь крутятся. Как и в Британии. Да, как и в Британии. И вот пример Берипаски, нам это все наглядно показали. Андрей, у меня еще совсем мало времени, но я не могу не задать вопрос. Смотрите, сегодня стало известно о том, что исключены компании Олега Дерипаски из санкционных списков, но включены несколько новых человек. И вот, например, в санкционных списках американских теперь оказались знаменитые люди Петров и Баширов, а на самом деле Мишкин и Чипига, как в Америке их называют сотрудники ГРУ, главного разведывательного управления, и это те самые люди, которые посещали Солсбери и смотрели на шпиль Солсберецкий. Прости, Господи. Вот как вы думаете, это с чем связано, включение этих людей в списки? Ну, здесь единственное, что положительно, это означает, что американское государство согласилось с данными Великобритании, что эти люди преступники, которые покушались на убийство с Креполя. А все остальное, извините, смешно. Вот эти две вещи, Дерипаски, бедных грушников, это можно топтать ногами сколько угодно, потому что это никак не опасно. Потому что это безопасно для американского государства. Это великое американское государство. А вот богатенького воротина к Дерипаску ни в коем случае. Большое спасибо. Вот такая дискриминация работников разведывательных служб. Дискриминация просто сотрудников разведывательных служб, сказал Андрей Пианковский. Конечно, с иронией, но... Не накопили они миллиардов долларов. Безопасные люди, да, для включения в санкционные списки. Большое вам спасибо, Андрей Пианковский, политолог. Мне кажется, очень четко и ясно все разъяснил. Свое мнение высказал в эфире RTVI. Как всегда, благодарю вас за участие в нашем сквозном эфире. До свидания. Продолжение следует...